всем привет с вами ползов вадим и сегодня начинаем разбирать такую тему как контр трендовые входы и начнем со снов что должно быть до момента как мы сможем начать рассматривать формирование какой-то точки входа на контр тренд так как я начинал прейдинг с форекса орыкс он большинстве своем ходит именно от границ каких-либо диапазонов будь то широкие какие диапазоны либо интердей какие-то на торговочке то входы очень часто были именно контр тренд либо в касание либо через ложные пробои сейчас добавил обратное поджатие со затуханием волатильности это позволяет ставить очень короткий стоп заходить практически в самом начале движения и забирать неплохие движения извините за тавтологию так основа основ это наличие сильного уровня для меня сильный уровень это . излома либо граница какого-то отката не суть важно то есть уровень должен быть сильный подтвержден на истории желательно неоднократно зеркальные уровни дополнительный плюсик можно работая скажем так по основному тренду до глобальному внутри дня брать с девочки именно с ретеста и это будет как бы контр трендовый вход в моменте локально но в сторону глобального тренда то есть когда цена преодолевает уровень и далее происходит ретест и вот в этот ретест на девочки если то есть если одна дневка закрывается наверх и потом сразу происходит какое-то движение можно ожидать возврата к пробитому уровню и после ретеста заходить по направлению основного движения поэтому уровне всему глава начинается с уровня с определения той точки графики подходя к которой нас большой доли вероятности будет разворачиваться ну либо после пробития уровня будет закрепляться тестируя уровень с обратной стороны таким образом подтверждая либо формируя зеркальный уровень значит что я оцениваю есть несколько факторов очень важных для того чтобы смотреть с девочки на контр тренд первое это откуда мы пришли то есть как много да какое какое расстояние преодолела цена то есть если например рассматривать там вот франк на скрине здесь ход порядка шести фигур это не так давно было и по факту мы видим что у нас безоткатное движение в рамках дней то есть внутри дня мы видим вот в этих движениях то есть какие-то коррекции случались после закрытия наверх опять была глубокая коррекция мы закрываемся дальше наверх то есть у нас есть безоткатное движение на дневке без каких-либо остановок на торговок и так далее если мы идем таким образом мы можем ожидать что будет фото контр трендовая какая-либо контр трендовая модель как формироваться то есть как мы идем до этого продолжение то каков характер движения если мы заглянем внутри дня на часовиках мы можем видеть какие-то там импульсные движения на подходе к уровню переключаясь на мелкий таймфрейм там м5 иногда даже на минутке можно рассматривать то есть сам подход если летим там на больших паранормальных барах большой волатильности тонн высока вероятность того уровень ну как бы сдержит дальнейшее движение цены и можно будет рассмотреть какие-то контр трендовые входы ну и повторюсь сколько прошли то есть если например акция стоил там 10 20 долларов и за короткий промежуток времени прошла там 40 50 процентов либо там удвоилась до по стоимости то высока вероятность остановки движения если мы подойдем будет по границе гэпа при падении да если акция обесценивала стремительно и у нас происходит какое-то восходящее движение мы подходим к какой-то сильной точке там пробитому зеркальному уровню без ретеста можно будет рассматривать также контр трендовые входы значит вторая пачка если выводы на уровне то есть цена подходит к уровню и начинает копить то от контр трендовых входов лучше отказаться то есть даже несмотря на то что если например было безоткатное движение куда-то большое но цена на подходе к уровню не откатывает начинает копить то есть у нас нет резкого подхода нет например там ложного пробоя и цена просто прилипает уровень то высока вероятность пробоя значит от контрат тренда необходимо отказаться значит накопление быть не должно если происходит распил на выходит за уровень то есть проводную плоскость возвращается обратно опять выходит пробоя на плоскость происходит какие-то движения вблизи уровня с закрытием с разных сторон то есть уже мы видим что есть распил то контр тренд можно рассмотреть только если мы из этого распила уйдем в предпробойную плоскость и в предпробойной плоскости с формируем точку входа на движение от уровня то есть если мы рассматриваем например short и вот в этот день там происходит какой-то распил но здесь распила нет так как касание если цена начинает пилить уровень то нам необходимо дождаться пока цена закрепится под уровнем не будет уровень не прокалывать не закрываться за уровнем и только после этого можно будет рассматривать точку входа но в данном случае шорда касание касание такая ситуация самые необоснованные сделки на контр тренд можно выполнять слепыми лимитками их называют то есть мы идентифицируем уровень например закрылись далеко от уровня и с открытия рынка инструмент быстро быстро летит мы можем установить например под уровнем целый лимит поставить расчетный стоп-лосс там 10-15 процентов на таро и надеяться на удачу что нашу лимитку возьмет дальше цена не пойдет и состоится какой-то контртрендовое движение на истории все красиво в моменте сложно и необходимо собрать статистику и обязательно отслеживать внешний фон чтобы не случилось такая вот история здесь закрытие далеко с гэпом открылись к уровню и несмотря на то что движение такое было размашистая нас по сути дела вытащили за уровень то есть в данном случае вот это вот слепая лимитка ёбы закрыла по стопу я сейчас от таких входов целиком полностью отказался жду обязательно подтверждения и точки входа более консервативные да не так красиво потом показывает скриншоты со входами на самых кончиках до движений ну ничего зато профит-фактор увеличился вот и сократились и они забираются быстрее еще такой момент что контр тренд лично мне больше нравится брать в шорт потому что в шорт эти случаются быстрее и случае если мы пробиваем и тестируем уровень с обратной стороны в лонг то есть по основному движению да а вот если цена падает примите надо на какой-либо уровень без подтверждения вообще не вхожу и вообще в ланге вот это ловля ножей немножко не мое видимо возможно у кого-то чуйка работает до в этих точках где нужно подбирать но практика показывает что пока цена падает падает и происходит ценка актива на ходу прыгать точно нет вот если постоим сформируем какой-то откат и затем к границе прошу прощения как границы этого отката подожмем то есть будет обратно поджатие дальше будем разбирать вот тогда можно брать контр тренд и тогда 100 будет максимально короткий но обоснованно да и можно будет забрать небольшое относительно основного движения небольшое коррекционное для того чтобы забрать take profit так и 3 3 пачка факторов это что происходит после после имею ввиду что происходит после того как цена преодолевает уровень если это не касание ну вот бывает что цена идет к сильному уровню как здесь например да вот в этот день цена идет к сильному уровню не доходит до уровня и уходит обратно то есть касание нет модели отбоя на младшем таймфрейме нет ложного пробоя нет значит о до точки входа точно нет на лету что-то брать тоже не очень поэтому всегда жду что происходит после то есть если складываются факторы на контр трендовое движение то если есть ложный ложный пробой насколько глубоко зашли каков был характер хода движения к уровню обратно то есть если это ложный пробой одним пятиминутным баром и цена стремительно вылетает но я в такое не лезу это необходимо делать быстро необходимо следить и нужно ловить вот этот момент когда цена выходит за уровень до в пробойную плоскость и торговля базы по базовым условиям ложного пробоя пока цена находится за уровень мы ставим лимит куда в пред пробойную плоскости с цена возвращается нас открывает и мы едем бодро и весело и еще должны оценить глубину ложного пробоя для того чтобы поставить стоп лосса расчетный если ложный пробой глубокие либо технически если ложный пробой не глубокий что происходит если формируется отбой то есть цена подходит например дневка закрывается после касания не для кулатурами а на следующий день можно например на часовике увидеть что цена подходит к уровню и на некотором расстоянии формируется отбойная модель либо на пятиминутке бывают ситуации что формируется именно отбойная модель то есть мы видим проявление лимитного участника крупного который сдерживает движение в этом случае можно пробовать заходить 100 будет максимально короткий если это происходит вблизи уровня если это происходит на некоторым удаление от уровня то можно два варианта точки входа продумать первый это со стопом сразу за лимитку и второй вариант это со стопом за дневку здесь тоже нужно оценивать состояние да и прочитать риск чтобы не получилось так что в случае если цена полетит дальше большого лося ну и сейчас самая интересная моделька которую я расторговываю это пробойная модель по сути дела поджатия но обратная то есть цена выходит за уровень далеко не уходит и в пробойной плоскости начинает формировать поджатие к уровню либо пред то есть выходит в пред пробойной плоскости в следующем видео обязательно разберем то есть обратное поджатие может формироваться давайте даже отечею уважаем внимание обратное поджатие может формироваться то есть цена выходит и пока находится в пробойной плоскости далеко не уходит и возвращаясь к уровню начинают формировать поджатие к уровню здесь может произойти немножко другая ситуация цена после того как вышла пробойной плоскость возвращается обратно и вот в этом возврате формируется какая-то либо на торговочка узенькая под уровнем либо второй вариант когда здесь формируется поджатие и тогда можно заходить по сути дела в пробой с локальным стопом если это далеко либо по стопам за дневку если это прям совсем все в узком диапазоне происходит то можно поставить стоп из-за по сложному пробой и рассмотреть какую среднесрочную сделку или подержать на подольше конечно самое интересное поставить вот такой стопа движение высидеть на побольше поэтому короткие стопики для меня сейчас этот топ интересные движения значит на сегодня пожалуй все более детально вернемся контр трендовым входом в следующем видео возможно даже будет 3 я покажу более детальные моменты и разберем какой-нибудь недавнюю сделочку возьму кода по контр тренд с логикой и тем чтобы до чтобы на уровне и что случилось после то есть те факторы которые необходимы для принятия торгового решения всем спасибо надеюсь будет интересно пока